Здравствуйте, продолжаем изучение законов Лошонара, 35-й день. Похвалить человека при тех, кого это раздражает и в ком пробуждает желание умерить эту похвалу критикой, считается разновидностью авак Лошонара. То есть пыль Лошонара – это запрет мудрецов. Не хвалите человека при людях, которые его не любят. Обычно они тогда вспоминают о его недостатках. Когда-то человек провоцирует своим позитивным, вроде бы, выскажением, провоцирует негативный отцеп. Он говорит, что Мойша такой хороший. Я говорю, что ему отвечают, что Мойша не такой хороший. Так это человек, который так сказал, что Мойша не такой хороший, он нарушил запрет Тора. Но человек, который похвалил его перед ним, понимая, что это может спровоцировать негативный отцеп, он нарушил запрет мудрецов. Так делать нельзя. Не следует расточать похвалы человеку и в большой компании. Вполне может оказаться, что среди присутствующих есть люди, которые ему не симпатизируют. То есть, если ты не знаешь, кто есть в этой компании, как люди к нему относятся, то нельзя хвалить в этой компании человека. Запрещено хвалить бизнесмена. Надо стараться воздерживаться от оценочных суждений по отношению к людям. Общее правило. Запрещено хвалить бизнесмена при конкурентах, даже если те уверяют, что не испытывают к нему никаких отрицательных чувств. Потому что можно спровоцировать. Нельзя хвалить неумеренно. Это часто вызывает чувство протеста даже у тех, кто относится к объекту похвал без особого внезображелательства. А есть люди, которые хвалят без меры. Так тоже делать нельзя. Сефер Молот и Медот так и развивает мысль об исключительной ценности мира. После создания неба и земли следующей задачей Творца было создание света. А свет олицетворяет мир. Как сказано, создаю свет и творю тьму, делаю мир и навожу бедствие. Это говорит пророк Ишаяу. Правила мудрецов. Если приходится выбирать между приобретением субботних свечей и вина для кедуша, субботние свечи предпочтительнее, потому что их свет приносит в дом гармонию. То есть, когда человек у него дома светло, то это более... Он видит, что он ест, он не натыкается на мебель. Это приносит в дом мир. Это важнее, чем сделал кедуш. Мишна в трактате Гетин перечисляет постановление, предназначенное принести мир общения. Это постановили мудрецы, чтобы установить гармонию, которую он читает первым, которую в синагоге. После него Леви, а затем Исраэль. То есть, обычный Леви. Потому что это один из путей установления гармонии. Написано, ее пути, пути приятные, и все стези ее мир. Это в притчах. Медраж Барашит Раба перечисляет 13 особенно дорогих для Творца вещей. На них указывает использование в Торе слова «мне» или «для меня» на иврите. Относительно вещей, особенно дорогих для Творца. Но дважды слово «мне», слово «ли» сказано только в связи с миром. «Если он будет держаться моей твердыни Торе, примириться со мной, заключить со мной мир». То есть, касательно мира, это настолько дорого для Всевышнего, что слово «мне» Всевышний как бы дважды повторяется. Настолько для него мир – это важная вещь. Спасибо большое, хорошего всем дня.